Опять не все озвучивать. Лентяй! Полезные программы. White. White – это бесплатный набор инструментов для мапперов на Source Engine. В основном его используют для извлечения или упаковки кастомного контента в карту. Но обо всем по порядку. Давайте бегло взглянем на его возможности. Слева вверху вы можете наблюдать панель инструментов. Первое. Hammer Splitter Editor. Удобный настройщик окон для хаммера. Здесь можно указать расположение и рендер окна. Помимо этого, очень удобно прописывать расстояние прорисовки таких объектов, как браши, модели и детейлов. Второе. Package Viewer. Analog GCFscape. С помощью этой программы можно просматривать и извлекать содержимое BSP-карт. Третье. Particle Editor. Если говорить простым языком, то это текстовый редактор партиклов. Довольно сложный инструмент для незнающих лиц. Прежде чем использовать его, следует ознакомиться со стандартным Particle Editor, встроенным в Source Engine. Четвертое. VMT Editor. Редактор VMT-файлов, основанный на шаблонах. Очень удобный и простой. Но мы предпочитаем VMT Editor, так как чаще всего в нем работу выполнить можно быстрее. Пятое. Mass VMT Editor. Еще один редактор VMT. Принцип работы основан на массовом редактировании VMT за пару кликов. Шестое. VTF Editor. Аналог старого VTF Edit. Программа для импорта изображений в VTF формат, а также обратного экспорта. Довольно удобный инструмент для поднастройки VTF текстур. Седьмое. MassVTF Editor. Принцип работы, как и у MassVMT Editor. Только работая с большим количеством изображений, превращая всех их в VTF текстуры. Опять же, VMT Editor нам ближе и роднее. Восьмое. Entity Lamp Editor. Очень интересный инструмент, позволяющий редактировать свойства Entity объектов на вашей карте без дополнительной компиляции, работая с уже готовым BSP. Также программа способна упаковывать в BSP Entity объекты из VMF проекта. Ну и, конечно же, выгружать объекты из BSP в VMF проект. Язык сломать можно, но если разобраться, очень занимательный софт. Девятое. Когда Packard тупит и не может записать саундскейпы или редкие текстуры на вашу карту. Сейчас вы можете наблюдать, как вручную добавить саундскейп без проблем. С инструментами мы бегло разобрались. Программа весит очень мало, всего каких-то 30 мегабайт, а жизнь прощает в разы. Советуем и даже настоятельно рекомендуем скачать софт, не задумываясь. А сейчас на этом все. Ставим лайки, кидаем донат и до новых встреч, камрад!